всем салют чуваки добро пожаловать новое видео сегодня если вы смотрите это видео 1 февраля то мне исполнилось 23 года время очень быстро летит время вообще никого не щадит не жалеет сегодняшнем видео я хочу вам рассказать показать как сделать сведение в стиле любого рэпера которого вы хотите как это вообще все делается и что от этого зависит какие самые главные инструменты на сведение отвечает как раз таки за корректировку тайпа исполнителя и тому подобное я думаю что сегодня будет интересный урок кстати кстати чуваки зацените зацените вот это вот худи которые мне прислали я ссылочки оставлю внизу в описании можете перейти очень 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 качественно она с начесом теплая вот на весну ходить вообще секси я супер доволен спасибо огромное ребятам которые прислали я безумно за это благодарен вот а если вы хотите чтобы у вас была такая же пуди то можете перейти в по ссылочкам в описании и перейти на ребят написать им и приобрести такую же такой же худосик себе на весну и носить с удовольствием реально я кайфую мне нравится уютненько а теперь давайте перейдем к видео для начала давайте я вам немножечко продемонстрирую пресет как он звучит здесь а у нас вот такой вот яркий пресе у нас вот такой вот яркий пресетит и на котором я Я как раз-таки вам покажу, разберу, как вообще его делал и что зависит, какие крутилки крутить, что вообще нужно делать, чтобы у вас звучало так, как вам нужно. То есть, как сделать так, чтобы ваш звук в треке становился таким, каким вы его слышите в башке и таким, каким вы хотите. Итак, давайте с вами вообще разберем, из чего состоит у нас сведение цепочка вокала. Первое это чистка вокала, подготовка его к дальнейшей обработке, к эквализации, компрессии и тому подобное, к красящей эквализации. То есть, у меня здесь что для этого идет? У меня идет автотюн, который равняет по нотам, далее идет NS1, после него идет Pro Q3, после него идет Airbox. Это наши первичные плагины, которые выстраивают первичный такой фундамент звучания, который мы будем дальше обрабатывать уже в дальнейшем. Вот, после них, после них, у меня здесь идет Virtual Mix Rack, далее идет C6 компрессор, R компрессор. Что это такое? Это Virtual Mix Rack, там я использую эмуляцию ламповых различных микрофонов. То есть, даю еще немножко характер, в принципе, Virtual Mix Rack здесь можно присобачить даже еще к первому циклу сведения. Вот, а после этого C6 и R компрессор, это идет у нас компрессия мультибенд и основная компрессия. После мультибенд и основной компрессии у меня всегда идет красящая эквализация и далее эквалайзер обычный. После компрессии мы с вами красим наш вокал, мы убираем резонансы, которые у нас есть и после этого, конечно же, дейсинг, мы дейсером убираем все лишние эски и тому подобное. Ну и после этого, конечно же, у нас идет целый блок, целая секция, это у нас параллельные обработки, то есть, такие как реверберация, дилей и тому подобное. Давайте начнем с вами потихоньку разбирать пресет и что, как, что вообще нужно крутить, чтобы добиться. Изначально, да, у нас должен выставлен быть правильный тюн, кей правильный выбран, input type, то есть, alto, tenor или low, male у вас. То есть, если вы читаете низким, выбирайте низкий вокал, то есть, low, male. Если вы читаете высоким голосом, поете, то выбирайте alto, tenor. Всегда выбирайте соответствующий кей, всегда тренируйтесь петь с автотюном, потому что петь с автотюном тоже надо уметь, чтобы красиво звучало. После этого мы убираем шумы, для этого я советую всегда NS1 Stereo. Те, кто со мной давно, они знают, что я амбассадор NS1 и всегда и всем его советую. С самого начала, как я начал снимать. После этого у нас идет первичная эквализация. Самое основное, это срезать низ. Срезать низ, который нам абсолютно не нужен. И также советую вам пользоваться натуральной фазой. То есть, срезаем низ, убираем какую-то гулкость, немножко-немножко проходимся по резонансам, но не прям-прям сильно, потому что это первичная эквализация. Здесь мы просто подготавливаем тембральность нашего вокала, дальнейшей обработки. То есть, формируем звучание вокала, для того, чтобы его легко можно было в дальнейшем свести, и для того, чтобы он у нас получился таким, каким мы его хотим услышать. Всегда слушайте, аккуратно вырезайте. Кстати, не советую пользоваться эквализацией вот в таком формате. Типа, точнее, без динамики. Без динамики мы вот так, таким образом мы будем просто уничтожать наши частоты, то есть, просто полностью их вырезать. А если в динамической эквализации, то есть, вот здесь вот за ручку тянем, у нас всегда будет срабатывать, частоты будут проседать. В тот момент, когда у них пиковая громкость возникает, они у нас будут проседать. Таким образом, эквализация у нас более чистая, вокал более чисто у нас режется по частотам в нашем эквалайзере. После этого у нас идет первичная компрессия, в которой мы немножко вокал вперед выдвигаем, тем самым немножко его при этом компрессируя. Прям самые-самые высокие пики, не полностью поджимаем, а прям самые высокие пики, они немножко у нас будут поджиматься благодаря вот первичной компрессии. То есть, выдвинем немножко вперед вокал наш, особенно если вы записываетесь тихо, да, а бит, допустим, громкий по балансу, как раз-таки вот выдвинуть вперед, немножко подавить пики, отлично. После этого, после этого, как я и сказал, здесь у нас, кстати, здесь сатурация еще, я забыл про сатурацию, когда говорил вам, что входит в пресет. Смотрите, первое это микрофон. Я советую попробовать вам Virtual Mixer, различные эмуляции микрофонов, вот такие как Blackbird Studio и Classic Tube. Вот Classic Tube мне в последнее время больше всего нравится, но здесь я юзал вот эти вот микрофоны, здесь настроил процент подмешивания этого призвука микрофона. Также советую вот Hollywood Satorator прикольный, очень хорошо сатурирует. Revival, еще один такой сатуратор, который на моем микрофоне он работает так, он прям добавляет такого искрящего транзиентов, каких-то песка, не знаю, прям начинает все звучать очень ярко и цыкающе, вот мне нравится очень цыкающе такое звучание. После мы с вами добавляем C6, это наш с вами мультибенд компрессор, здесь мы определенную частоту выбираем и ее немножко в мультибенде компрессируем, чтобы она у нас не выпирала, чтобы на последующей основной компрессии нашему компрессору было немножко проще работать. Вот для этого здесь у нас мультибенд компрессия. После этого мы юзаем основную компрессию. В основном компрессоре мы с вами должны поджать вокал так, чтобы при этом его не убить, не угробить, не превратить в сосиску. У вас должны звучать тихие сигналы нормально по громкости, громко достаточно. Громкие сигналы должны звучать чуть тише, то есть компрессор это в принципе как бы прибор, который громкие сигналы делает тихими, а тихие сигналы делает громкими. Нам нужно найти баланс в настройках и выставить эти настройки, чтобы мы могли спокойно записываться, кричать, орать, тихо читать, чтобы у нас всегда был голос слышен очень четко. Вот. После этого у нас идет красящая эквализация, где мы с вами поднимаем определенные частоты, которые мы хотим поднять. Допустим, мы хотим сделать трек в стиле Love Double Six, и мы слышим, мы слушаем какой-то его трек, который такой шипящий немножко, как будто бы у него вокал немножко шипит такой. Мы можем с помощью обычного эквалайзера, такого как Pro Q3, найти вот эту частоту, если вы, да, допустим, еще не ориентируетесь, так, можете просто вот таким образом найти эту частоту. После этого на красящем эквалайзере ищем эту же частоту, и эту частоту немножко добавить, то есть приукрасить наш вокал вот именно вот этой частотной, вот дать нашему вокалу вот именно вот этот вот частотный диапазон, который будет у нас отвечать вот за эту вот такую небольшую шипелявость и краску. В общем, с помощью красивого эквалайзера вы должны научиться красить вокал так, как вам надо, как вы слышите, и тогда у вас будет вокал начинать звучать так, как вы хотите, и сводить станет в любом стиле очень-очень просто. После этого у нас идет основная эквализация, также в натуральной фазе, также срезаем низ, который у нас возник при динамической эквализации, также мы вырезаем резонанс, который у нас здесь есть, вот у меня вот здесь вот сбора еще достаточно много, и также вот здесь поработал. То есть тоже, точно так же тренируйте свой слух, когда эквализируете. Очень аккуратно режьте, потому что можно просто абсолютно убить вокал, срезать полезные частоты, и все будет звучать уже не так. Ну и в конце у нас дейсер. Теперь, смотрите, первое, что нужно понять, чтобы трек ваш звучал в том стиле, в котором вы хотите, и в том стиле, вот в голове вот у вас есть какое-то звучание, и вы хотите, чтобы он так звучал. Первое, что вам нужно отработать и понять, это исполнение. То есть, смотрите, давайте я продемонстрирую. Например, в стиле Майота. Или как он читает низкий, у меня не такой голос, как у него низкий, поэтому его сложнее. Можно читать что-то в стиле плохого парня, я не знаю. Это не совсем плохой поц, но тоже какое-то исполнение прикольное. Обязательно, когда вы в каком-то стиле хотите что-то исполнять, обязательно, сто процентов, слушайте референсы, слушайте, как звучит, потому что это очень важно, только благодаря референсам, хорошим референсам, вы сможете достигнуть того самого звучания, которое вы хотите, особенно, если вот вы микс-инженер, и вас просят там, сведи мне в стиле Майота. Прости обязательно референсы, лучшие несколько, чтобы ты мог слушать и подстраивать звук плюс-минус. Вот, давайте еще в каком-нибудь стиле. Самое первое, что у нас влияет на то, как мы хотим звучать, конечно же, это наше исполнение, то, как мы будем исполнять, так это и будет звучать, да, на сведении мы просто добавляем какие-то краски, что-то чуть-чуть, чуть-чуть там компрессируем, какой-то характер звучания дают плагины, но все же ваше исполнение это ключевое. То, как вы исполните, так и будет звучать, поэтому исполнять всегда старайтесь круто максимально и старайтесь. Второе, что нужно понять, каждый, абсолютно каждый плагин имеет свой характер звучания. Допустим, у меня сейчас R-компрессор здесь, да, если бы я здесь пользовался какими-то FL-овскими плагинами. Кстати, видос с пресетами на стандартных плагинах FL я снимал, поэтому можете зайти на канал посмотреть. Там совершенно, как бы, другой звук, он будет по-другому звучать, потому что каждый плагин дает свой характер звучания. Поэтому я постоянно и много раз говорю, что очень важно научиться слышать и слушать плагины, как они звучат. Тогда вы сможете подбирать определенные цепочки для себя, которые позволят выжимать максимум из вашего микрофона, потому что некоторые плагины просто не очень подходят. Вот я знаю, что Revival на супер дешевых микрофонах, он вообще ужасно звучит. Он делает просто какой-то шершавый, непонятный звук, режущий скрежет. Просто отвратительно, короче, начинает звучать. Поэтому постарайтесь изучить плагины, постарайтесь понять их звучание, и после этого, после этого, третий шаг у нас идет это пользование этими плагинами. То есть, допустим, возьмем красящую эквализацию при помощи Элизия. Мне она чем нравится? Здесь она дает для Ноймана супер-супер, очень клевые верха. Мне очень нравится, как звучат верха. Также средняя верха и middle. Мне очень нравится, как она красит. Есть основной у нас эквалайзер, вот этот вот. Мы на нем ищем частотки, которые мы хотим, чтобы у нас присутствовали, которые нам нравятся, и насыщаем при помощи красящего эквалайзера эти частотки, чтобы у нас нашему голосу придавать такие, знаете, мазки, не знаю, как это сказать еще. Ну, в общем, благодаря этому мы одеваем, можно сказать, наш вокал. Он становится красочным, он становится таким, каким вы хотите его слышать. В принципе, с пресетом здесь у нас с вами все. Следующее, что важное, очень у нас с вами идет, это параллельные обработки, такие как дополнительное стерео, дополнительная плотность, это параллельная компрессия, это наши ревербераторы, это дилей, это, возможно, добавление высоких частот, сильно утрированно сатурированный, да, сэнда, это может, это все может давать суперкрутое звучание. Вот давайте разберем здесь, допустим. Первое и самое важное сэнд обработки для меня, это, конечно же, добавление стерео. Что значит добавление стерео? Это когда с параллельного нашего канала к нашему лид-вокалу подмешивается такой стерео-буст, то есть это тот же самый наш основной вокал, который отправлен у нас на сэнд, и на этом сэнде он обработан стерео-плагином, который, точнее, делает вокал этот стерео, то есть разводит по ушам, при этом я всегда добавляю ему характер. И потом вот этот вот обработанный стерео-сигнал с нашим характером, он подмешивается к нашему основному лиду, и у нас получается лид, слышимость, он у нас становится более широкий, и в этой широте он у нас приобретает свой определенный характер. Вот что значит стерео. Здесь у нас Decemort, Blast Exciter, мой любимый пресет, который добавляет свой характер, и таблером, то есть разведено, видите, пасть в стерео. И также ProQ-шка я это обработал, чтобы... Объясню, зачем ProQ-шкой обрабатывать. Чтобы у нас подмешивался не весь сигнал, не весь частотный диапазон, а именно тот диапазон частот, который мы хотим подмешать. И таким образом, то есть я его здесь делаю. Вот он у нас отправлен, и вот он подмешан. После этого у нас идет параллельная компрессия. Здесь у нас параллельная компрессия, сделана TRS Black 76. Вот он вот так выглядит, такие настройки. Что он делает? Он... Наши какие-то произношения букв, дикция, все начинает звучать более слышимо. Также это добавляет плотность, то есть тело. Становится все параллельной. Параллельная компрессия, это очень накачанный компрессией, сильно вокал. И этот очень накачанный параллельный, параллельной компрессией, вокал, он у нас подмешивается также к лиду, и начинает все прям очень жирно звучать. Конечно же, после этого у нас идет наша реверберация. Я всегда использую несколько ревербераторов, я люблю смешивать их, мне нравится звучание разных реверов, и здесь я очень-очень... Начинается вообще, в принципе, моя любимая работа, и вот я вам советую, также слушайте, старайтесь слушать в референсе, какой ревер в треке. То есть он может быть таким сильно металлическим, да, как, допустим, у пусси киллера. Он может быть таким супер просто пространственным, он может быть... У него может быть без верха совсем, то есть такой немножко глухой. Бывают, в общем, разные характеры звучания ревербераторов, и вот я всегда несколькими ревербераторами добиваюсь какого-то своего одного звучания, которое мне нужно. Первое, я всегда использую эту маленькую комнату, далее я использую плейт, и далее я использую винтаж верб. Здесь у нас, кстати, чамбер, режим в чамбере, я всегда третий ревер юзаю. И также у нас идет четвертым ревером, у меня всегда идет, это black hole, это огромное-огромное такое space пространство, black hole можно заменить шиммером, это огромное такое space пространство, которое мы чуть-чуть подмешиваем, и вокал у нас помещается в такую прям объемную-объемную картину из реверов, и звучит при этом не как каша. Давайте вот даже включу, послушаем. Это очень атмосферно начинает звучать. То есть у нас есть четкость нашего вокала, и при этом у нас есть большое пространство реверберации, куда у нас вокал супер ложится, и при этом он еще потом в бит падает. Это очень круто, обожаю вообще реверберацию делать, одно из моих любимых пресведений. Ну и после этого у нас идет, конечно же, дилей, я обычно использую H-дилей, всегда смотрите, чтобы он у вас был по темпу бита. После этого у нас идет групповая обработка. На групповой обработке здесь я обычно юзаю групповую компрессию, black box, это сатурация, прям совсем сатурирую всю нашу пачку вокальную. Также добавляю эквалайзер, где дополнительно срезаю низ. Ну и также, также у нас здесь идет следующий сент для группы это параллельный воздух, я его так называю. Теперь здесь вот у нас, как я говорил ранее, здесь я нес тип A, который добавляет очень сильно высоких песка. Я этот песок еще сатурирую очень жестко, дейсером чуть-чуть подрезаю и добавляю, добавляю, прям чуть-чуть миксую. И вокал начинает звучать очень ярко, очень круто. Иногда даже реально круче добавить сента песка и высоких, чем мне же дали добавлять это окрасичным эквалайзером. Попробуйте, это очень клево. Ну и как-то так, напомню еще раз, что весь этот проект вы получите, спокойно получите по подписке на мой Boosty за 399 рублей. Это минимальная подписка, но даже по ней вы уже получите весь этот проект. Со всеми вот здесь вот настройками вам ничего настраивать не надо, просто заходите и начинайте записываться. Также по этой подписке вы получите доступ к ТГ-каналу, к ТГ-чату, точнее, да, не к каналу, а к чату, где мы общаемся, где я зацениваю каждого демочку, даю какую-то характеристику и тому подобное. В общем, у нас там своя атмосфера, можете подписаться, прыгнуть туда, и я буду рад каждому. Плюс, вы также сможете скачать любой пресет со всех моих крайних видео, он будет, это все будет доступно вам, как вы приобретете подписку, это все сразу станет доступно. Также проекты с крайних видео, там фара, пусикиллер, сведение на стандартных плагинах, все это будет, все доступно, поэтому подписывайтесь, вы не пожалеете, там очень много контента за такие деньги, я считаю, это вообще must have, особенно, если ты музыкант, и ты готов развиваться дальше. Ну и также всем большое спасибо, что посмотрели это видео, я очень благодарен вам, напишите обязательно в комментариях что-нибудь, чтобы продвинуть это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал обязательно, чтобы не смотреть без подписки, у меня очень, очень крутой контент, задуман в голове, и в принципе, сейчас даже находится, вы можете найти на моем ютубе очень много всего интересного, спасибо вам еще раз большое, что со мной, всех люблю, большая любовь, все, до скорых встреч, до следующих видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok